Гнетущие мысли Приступы паники сменяют апатия и полное опустошение. А что, если кто-то из вне намеренно управляет тобой? Как можно остановить это безумие? Прислушайся. Ты, как и все, можешь услышать голос того, кто с готовностью хочет тебе помочь. Возможно, ты не знаешь его лично, но он знает тебя и безмерно любит. Он — Бог, Творец неба и земли. В мире, который разрывается на части от боли, греха и злобы, Иисус — единственная защита и спасение. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Если ты устал бороться, чувствуешь, что нуждаешься в освобождении от одержимости и жаждешь помощи свыше, знай, когда мы исповедуем Слово Божье вслух, наша жизнь меняется, и в ней начинают работать законы Небесного Царства. Попробуй прямо сейчас изменить свою жизнь. Повтори за мной слова этой простой молитвы. Дорогой Бог, я прихожу к тебе и прошу, прости меня за все, что я делал неправильно. Я верю, что только ты имеешь власть над демоническим влиянием. И отныне я буду свободен. Ты — мой Спаситель. Я принадлежу тебе, и для меня нет других богов. Прямо сейчас я отрекаюсь от всякой скверны, злобы, греха. Я связываю и разрушаю все атаки дьявола на мою жизнь, мое тело и мой разум. Я приказываю навсегда уйти от меня всякому злому и коварному духу. Убирайтесь вон! И ставлю на себя печать защиты твоей святой крови. Я верю, что твоя сила помогает мне, наполняет меня и приносит мир. Пожалуйста, храни меня и направляй на путь веры и истины. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.